здравствуйте дорогие друзья благословенного всем дня открытых небес над каждым из нас потому что небеса они наш дом и они так влекут они так манят они готовятся к принятию нас с вами и это уже в атмосфере это в нашем сердце и духе когда в одно мгновение все может поменяться сегодня сезоны меняется очень быстро обстоятельства одно сменяется другим решения государственные сменяются одно другим и таких быстрых и молниеносных и на столь важных решений давно не принималось и поэтому сегодня когда мы с вами живем в таком сезоне нам очень важно быть в числе тех людей кто стабилен в своем духе стабилен в своем сердце потому что бог на троне тогда когда умер царь оси или озия там было смятение было смятение среди разных кругов потому что пятьдесят два года правления одного царя давали стабильность государственности а теперь он умер и смятение даже постигла пророка исаев но когда он оказался у престола и сказал видел я господа превознесенного и на престоле сидящего и много серафимов херувимов были вокруг престола и они говорили свят 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 господь бог саваоф и вся земля полна славы его посмотрите какая стабильность там и какая может быть атмосфера беспокойства здесь поэтому нам важно подниматься на ту высоту где стабильность а мы ведь посажены во христе иисусе на престоле и пусть наш дух сейчас будет это переживать друзья это важно сегодня осознать нашим сознанием нашим сердцем и принять духом эту позицию и быть там на троне утверждающий то что бог предназначил нам на этой земле совершить и поэтому когда мы с вами смотрим на верзилия человека который рассматривает сейчас свое физическое тело слабым и таким может быть не состоявшимся сейчас что он не сможет увидеть красоты того что делает давид но опять же мотивация на тот важно друзья когда мы понимаем из-за чего говорит этот человек не потому что него за заниженная самооценка ведь очень многие люди отказываются от каких-то привилегий но кто я такой ну ну как же ты мне там что-то хочешь сделать то есть на самом-то деле мы очень важны в глазах неба и поэтому не надо себя уничижать за то что ты что-то не достоин получить ради христа ради христа мы очень достойны все получать но другой вопрос в том когда ты идешь с позиции эгоистической либо как мы уже говорили о слуге мемфивосфея сивы который урвать хотел вот это другие совершенно вещи которые противоположны и то и другое будет вскрываться по жизни и вот тут верзилей говорит еще немного пройдет раб твой с царем за иордан за что же царю награждать меня такой милостью вот здесь он просто видит нормой то что сделал посмотрите он не уничижает себя что я никто и и так далее но то что я делал другой человек он так мыслит также должен был поступить понятно что не все так поступили но он же говорит из благородства сердца своего он говорит из того что я сделал то что мне было естественным я хочу помочь царю я сделал это от сердца я не жду сейчас вознаграждения я не жду никаких может быть особых привилегий и преференции а я просто хочу идти домой и знать что я сделал свое дело вот это друзья очень хороший пример идти по дороге делать то что ты можешь делать как сказал соломон все что может рука твоя делать по силам делай потому что то жизнь куда ты отправляешься ли как про могилу он говорит там тоже не сможешь ничего делать вечности конечно сможем помоги или нет и поэтому пусть даст нам господь сейчас использовать это время небесный отец я благодарю тебя что мы на самом деле так нуждаемся в таком сердце благородном как у верзилия чтобы нам делать и понимать я только сделал то что я должен был сделать или мог сделать и поэтому в моем сердце есть благодарность к тебе что ты даешь видеть очами неба ситуацию и не пропускать возможности которые дает твоя рука благодарю тебя за твои благословения большие и малые те которые заметил или не заметил слава тебе за это во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания и